В сентябре 2022 года из штата Техас были куплены пять рыжих коров и перемещены в оккупированные палестинские земли. За каждую корову было оплачено около 100 тысяч долларов. Зачем им коровы? Для того, чтобы принести их в жертву для ритуала. С прошлого года одна из коров была дисквалифицирована, а остальные коровы по-прежнему являются подходящими кандидатами для жертвоприношения. Для того, чтобы лучше понять этот ритуал, лучше взглянуть в то, что говорится в их писании. 19 глава книги «Чисел» гласит. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, вот устав закона, который заповедовал Господь, говоря, «Скажи сынам Исраиля, пусть приведут к тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма, и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана на место чистое, и заколет ее при нем, и пусть возьмет Елеазар священник, перстом своим кровью ее и кровью побрызгает в передней стороне скинии собрания семь раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотою ее, пусть сожгут, и пусть возьмет священник кедрового дерева и из сона, и нить из червленой шерсти, и бросит на сжигаемую телицу». Рыжая телица – это самка крупного рогатого скота, которая никогда не была беременна, не доилась и не пахала землю. Ее также называют «красной коровой», которую привели к священнику в качестве жертвы, согласно Тори, и ее пепел использовали для ритуалов очищения. По мнению раввинов, со времен Муса, алейхиссалям, всего восемь коров было принесено в жертву. Последний раз корову приносили в жертву незадолго до того, как римляне уничтожили второй храм на Масличной горе напротив Храмовой горы. Раввины утверждают, что как только десять коров будет принесено в жертву, наступит эпоха Даджали, но для них он будет долгожданным мессией. Институт храма готовится к этому событию и ожидают, что это случится в ближайшее время. Сразу после жертвоприношения они начнут совершать беспричинные атаки на Алякса, как никогда раньше. Их цель – это полное разрушение для того, чтобы начать строительство третьего храма – храма Даджали на руинах Аляксы. Они верят, что как только третий храм будет завершен, это ускорит приход их мессии, известного для мусульман как Даджаль, который обманет все человечество, кроме тех, кто истинно уверовал в своего Господа. Истинно уверовавшие увидят обман и смогут отличить ложь от истины. Очевидно, что судный день приближается близко, и мы должны укрепить нашу связь со Всевышним, как никогда раньше. Это последние дни Рамадана, не упустите шанс стать частью нашего дауата, пройдя по ссылке в описании. Всевышний Аллах говорит в Коране, если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. О Аллах! Убереги нас от адских и могильных мучений, от смуты жизни и смерти, и от смуты Даджала. Субтитры создавал DimaTorzok